Маша Сташенко – куратор курса. Не знаю, у вас знакомится с ней или нет, но она очень продвигает все эти принципы работы в школе. Или главный заместитель, помощник, первое лицо, генеральный канцлер, спикер и прочие все регалии. После Маши Сташенко вот в этих классах. Ну и большой специалист, консультант студентов всегда. Я думаю, что все вопросы нам через нее решаются. В первую очередь, потом выходят в главных людей. Все активные мероприятия по дизайну шведения, созданию каких-то прототипов, фасилитации проведули. Ну и можно я тебя продолжаю? Ну и можно продолжать. Спасибо тебе большое, что ты мне дал возможность передать. Спасибо тебе, Рома, что дал мне возможность действительно перевести дух и сделать парочку глотков живительного чая. Меня фиксируют на видео, и я еще раз повторюсь. Огромная заслуга и великая благодарность в том, что движение по дизайн-мышлению так развивается. Это спасибо, Маша Сташенко. Она мой преподаватель, куратор, наставник, учитель. И если вы будете в Британке, то, безусловно, не упустите такую возможность пройти курс зимнего или летнего интенсива, или вообще годовой курс на дизайн-менеджменте. Вот. Ну и давайте теперь все-таки к вам поближе, потому что самые главные участники и самые главные герои здесь вы. Так как эта методика предполагает, безусловно, погружение в ваш личный опыт и ваш личный вклад. И давайте так, мне будет приятно с вами познакомиться, буквально парочку слов о каждом из вас. Давайте начнем с Саши. Саш, приветик, я рада тебя видеть. Представься, вы уже давно учитесь друг с другом, все друг про друга знаете. Тогда тем более будет интересно познакомиться. Расскажи. Чем занимаешься? Какие ожидания с сегодняшнего дня? Я вообще студентка, учусь на дизайне в СМИ, занималась вообще графическим дизайном, в основном газет. То есть вот в этой все сфере было. И пришла на эти курсы, потому что было интересно вообще поучиться, что-то больше показать, когда вы заметили. Знаете вообще, что происходит? Спасибо, Саша. Супер. Настя? Здравствуйте. У меня, конечно, я учусь, занимаюсь выкладкой. Произошусь для аплодировки. Для чего? Произошусь для роботов. У меня детей, роботов я. Роботы какие? Лего. Лего? Круто вообще. Мы сейчас сотрудничаем с Лего. У нас есть для детей, и важно, чтобы все было красиво. Я занимаюсь там юзабилити. Я надеюсь найти, как скажем так, край науки, найти себе тему для исследований. Ну и так как я отчасти дизайнер из «Самоучка», что-нибудь новое для себя узнать. Это условно тоже по адресу пришло. Совершенно случайный человек, если вообще случайности не бывает. Кто там больше у нас, Коля? Рад вас видеть. Я тоже учусь в аспирантуре, но это никак не связано с тем, что я здесь. Я занимался, помимо того, что обучался в аспирантуре, я обучаюсь версткой и разработкой веб-сервисов, сайтов. И сейчас хочу с другой стороны посмотреть на этот вопрос. То есть не со стороны верстки, то есть не со стороны техники, да, со стороны придумывания дизайна, собственно интерфейсы рассмотреть более, так сказать, основательно. И поэтому я поступил на эти курсы. Вот, вот, сюда. Меня зовут Ксюша, и я графический дизайнер, работаю дизайнером. И здесь я для того, чтобы узнать, что-то новое, какие-то новое технике, может быть, дизайн мышление, мне это интересно. Да, я даже графический дизайнер. Ну, я даже не знаю, кому это бесполезно, потому что очень полезно, Жень. Да, привет, меня зовут Женя, я не студент, я уже давно практикую дизайн. Здесь тоже оказался случайно, вот Ксюша сказала, не хочешь в воскресенье в 9 утра сходить на маршрутах? Почему нет? Я всегда за такие вещи, вот поэтому здесь. Жень, спасибо, что ты пришел, надеюсь, мы так же бодро проведем день. Я вижу такую прям, она... Кирилл, зеленая на зеленом, супер. Да, я Кирилл, я тоже студент проекта дизайна и юзабилити. Подготовился. Я подприниматель и, можно сказать, начинающий дизайнер, веб-разработчик, делал одновременно сайты для клиентов, сейчас занимаюсь сайты для своих проектов. Пришел на этот курс и, в частности, на этот воркшоп, чтобы систематизировать свои знания о дизайне, получить что-то новое, научиться делать круче. Меня зовут Сергей, я работаю дизайнером. Пришел сегодня размяять мозг и что-нибудь новое узнать. Спасибо, что я про зону, про полную программу. Обхожу, чтобы ты не про зону. Всем привет, я дизайнер, работаю дизайнером уже где-то 5 лет, сам учусь на рекламу, а сегодня звонок до свеженьких пришел. Спасибо. Всем привет, меня зовут Аня. Здорово, живо. Да, я работаю в event-агентстве и интересуюсь разработкой сайта. В принципе, у меня прошлая работа была связана с разработкой, и сейчас мне тоже это интересно в плане новой сферы деятельности. Соответственно, я пришла сюда, чтобы узнать, как можно лучше представить информацию и сделать ее удобной для пользователя. Ваши цели, они, наверное, могут быть закрыты сегодня. Привет. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения и интересуюсь образованием, соответственно, разработкой программного обеспечения сайтов для образования. Дизайн, наверное, в такой области еще более важен, чем в том, чем занимался раньше. Вот, и поэтому пришел. Какой у нас звездный состав. Здравствуйте, я студентка Мохинской академии. Я учусь в сайме. Да, и вот, наноографического дизайнера. Ну, собственно, большая часть жизни посвящена этому. Мухи из мухи. Сюда попала тоже достаточно случайно, но очень рада, что имею возможность, так как недавно тоже познакомилась с юзабилити-центром, так как кафедра сотрудничает с германской лабораторией. Вот, и это достаточно интересно, чтобы как-то вот посмотреть и немножко проникнуться этой всей тематикой. Здравствуйте, меня зовут Настя. Здравствуйте. Да, я Настя. Я, в принципе, достаточно новичок в сфере дизайна. До этого работала в сфере IT, там, в разных научных проектах. И вот, разработка тоже много всего интересовалась. И этот трек, в общем, надеюсь, поможет мне разобраться в IT-области. Спасибо, что вы чувствуете. Яна. Всем привет. Меня зовут Яна. Я работаю в химизн-навейсенс. Мы занимаемся обработками новых приложений. Я продакт-менеджер, сферми-дизайнером, поскольку мы занимаемся, ну, основная часть, наверное, самым важным изобретением на приложениях, сервисах и прочее. Это очень интересно. Спасибо, Яна. Мне кажется, что ты уже знаешь, что такое дизайнер мышление, да? Вы пользуетесь этой методикой, потому что продакт-дизайнер, так или иначе, может, подобные делают исследования. Мы часто, у нас тоже есть отделение продакт-дизайнеров, мы с ними соединяемся, и порой у нас на курсе преподает преподаватель из продакт-дизайнера. Там, может, в терминологии есть разница, но подходы все-таки те же самые, потому что вообще дизайнер мышление пришло как раз от продакта. Просто потом это уже перешло на мир бизнеса и более такие, какие-то вещи проектированные. Я считаю, что это штука, а так вот. Спасибо, Яна. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я студент ДМО, занимаюсь и ДМО. Что? Я занимаюсь выступом, но основной айтишной, я занимаюсь самостоятельной информацией. Сейчас работаю на моем проекте, как по образованию, в том числе с Розалитом. Как образователь? Розалит. Это что? Это сайт, который обучает по информатике. Обучает по информатике? По информатике. Вы должны знать, что это коров. Мне это интересно. Брось ты уку. Мы сотрудничаем с корпорацией, СИП. Я думаю, что это есть вообще, да? Это же управление большим количеством информации, автоматизация. Я просто. Да? Ну, еще, если вы являетесь аккуратным треком по датаманингу, это уже ближе. Какие непонятные слова, мне не будет их записать и погуглить. Для меня дизайн абсолютно на уровне такой яркий нюх. Здорово. Вообще я рада, что у нас здесь такая уже стеблинарная команда сыралась. Это очень хороший признак. Вот. Тогда вопрос. Кто про дизайн-мышление что-то слышал, знает, читал книжки какие-то? Да. Видео? Мое видео? Нет. Где было события, где было выложено, что такое дизайн-мышление? Какое событие? Это было, может, visual thinking life? А, это по визуальной фасцилитации, визуальному мышлению. По дизайн-мышлению там у нас не было видео. Такого видео. Может быть, какое-то короткое? На нашем сайте что-то ты видел, нет? Прорывное, может быть, мышление? Я еще. Ладно, окей. А кто читал что-то, может быть? Ну, я давно уже интересуюсь с этой всей этой штукой. Разработка и креативных методик, прочее. Может быть, знаменитый, это партегона. Да. Книжка такая с самолетиком на обложке, да? Да. Не, ну, у него уже, на самом деле, новый книжек. Я закончил серьезные творческие книги. И еще вот сейчас читаю, очень с трудомно читаю, Цинкер, то есть, Майкл Металл, американский издеватель. Ну, точнее, я понимаю, очень много перепутений с Дебона. Ну, тоже так. На английском ты читаешь? Потому что у нас нет удачных переводов этих книг вообще. Ну, да, я и стал, но у тебя поучусь. Супер, молодец, я у тебя чему-нибудь поучусь обязательно. Кто-то еще что-то слышал, видел, знал? Ну, Яна, расскажи-то парочку слов. Что, да, ты, вот практик такой в этом всем деле. Да, мне кажется, у нас в компании, мы работаем как-то больше на практике, и в теории у меня так много внимания. Поэтому хочется сейчас понять, что мы делаем правду, что мы делаем, что мы делаем и так на практике, и как раз таки поможем. Резюмировать все это, да? Да. Ну, классно. Хочешь сказать что-то? Ты так вздохнул? Окей, значит, чем мы сегодня займемся? Это стандартный мастер-класс, который проходит по всему миру. Это Стэнфордская методика, и в Стэнфорде есть вот этот кейс Wallet Project. Так по-русски это будет история про кошелек. Чтобы без лишних бла-бла-бла, стэп-бай-стэп мы поняли, что такое дизайн мышления, чтобы было поменьше теории, побольше практики. Нам нужно будет работать в командах. Как я понимаю, вас можно сейчас на три команды разбить. Вы уже разбились, да? Надеюсь, что вы разбились по принципу «я тебя не знаю». Класс, молодцы. Вы зря времени не теряли. Посмотрим видео. Ром, как мне видео показать? И куда мне вообще нажимать, чтобы оно заиграло? Вот, вот это ты зря. Я порисую сейчас чего-нибудь. Ух ты. Инструмент какой. А, вот где станция. Он как-то очень хитро работает сейчас. Сейчас посмотрим кейс. Как я понимаю, по-английски многие говорят или нужно будет что-то переводить? Кто не знает английский язык, признайтесь честно, я помогу. Ром, ты этот кейс уже слышал. Два человека. Ага. Три человека. Ну, и с Ромой четыре будет. Окей, я буду просто комментировать, останавливать и комментировать эту историю. Значит… Вводная история такая в Стэнфорде, там где тоже занимаются его дизайн мышлением, откуда оно пошло. На выпускном курсе примерно, вот как сейчас Рома является уже выпускником, пришло задание. Ну, там все на практических заданиях, соответственно, учатся. Задание из развивающейся страны. Непал, следующая проблема, большой уровень смертности недоношенных детей, срочно создайте нам инкубатор, чтобы он был недорогой, за 250 долларов, чтобы больница могла укупить инкубатор. Примерно так выглядел этот бриф. Мы все работаем, все здесь в практике, и брифы вы получаете по своей работе очень часто, анализируете эту информацию, дальше предполагаете какие-то шаги, решаете задачи. Так, я буду показывать и останавливать для пояснения. Вот этот вот человек мало отличается от Ромы, он примерно такого же возраста и прошел такие же, ну, такие же обучательные методики, как и в британке, чему учат. The team at Embrace are indeed saving lives, and they are doing so thanks to an assignment they received in a Stanford University classroom five years ago. And the challenge posed to us was to build a baby incubator that costs less than 1%, the cost of a traditional incubator, which is $20,000. Jane Chen is now CEO of Embrace Innovations, but she was just a Stanford business student when she took on this unusual assignment. 20 миллионов low-birth-weight and premature babies are born every year around the world. One of the biggest problems in the days is staying warm. It's a big issue, and one issue that hasn't really made much progress in the last 20 years. Incubators are not only expensive, they require a constant supply of labor. I've made a big difference. Team case we often use, to explain, что такое дизайн мышления. Для тех, кто не понимает английский, немножко помогу. Сейчас мы в этом ролике видим их уже как основателей своего бизнеса, стартапа. Буквально три года назад, когда я G-keys показывала студентам, они еще только начинали, стартовали. Это был, по сути дела, они сдали дипломный проект, грубо говоря, если перевести на наш простой язык. И они объединились на курсе, они в тройке рабочие работали. И, соответственно, сейчас это уже стартап и массовое производство. Мы видим уже результаты. И уже доработанные прототипы, они потом перешли в тиражирование массовое. То есть мы уже такую success story здесь видим. Но буквально три года назад это была такая же проектная деятельность, как мы с вами сегодня будем делать. Мы определено, что эти дети были этими хотят. Мы решили сделать решение, чтобы просто стабильляются темпом. Мы действительно начали с 모두 такие crazy идеи. Мы действительно обращались с холодной водой же. Внутрь в подъеме, и вы, может быть, просто взрослась и в нее. В Gottesчане было с холодной водой, и в отомне. И мы решили, что вы забили деньги, чтобы стабильные температура. Но мы решили, что стоять холодной водой из одного из этих ребёнок не было бы. The team went through many different ideas and designs before settling on an idea that proved to be a winner. So we developed the Embrace Infant War, which looks like a little sleeping bag for the baby. It consists of a heating, an electric heater that we have, that heats up a pouch. You can think of it as a plastic bag filled with this chemical. All that chemical is a wax-like substance engineered to hold a constant temperature of 37 degrees Celsius, about the same as the human body temperature. With their product in place, the students made the decision to move their assignment to the next level, which meant moving to India, where 40% of all premature babies are born. It was there that they started manufacturing their product, and where they saw the Embrace Infant War in use for the first time. They really attributed the health of the baby to Embrace. And so we went into that village, and they told all the other villagers about the product, and, you know, the grandmother was talking about it. And it was just so rewarding to see that we played a role in saving that baby's life. You can see that immediate result. You can see the baby's temperature statewide. You can see them actually getting better and surviving, and that's very, very rewarding. Embrace Infant War have already been used on hundreds of premature and low-weight babies in India. But the Embrace team members want this classroom assignment turned into medical breakthrough to continue expanding around the world. China, Somalia, and pretty soon Afghanistan, Zambia, and Uganda. So we're really trying to go global with this product. We're really trying to scale it up and get it to the people who are really willing to eat it. So what we want to do is probably affect the lives and impact the lives of hundreds of thousands of babies in the next couple of years. Чтобы уважать всех наших слушателей, которые не очень понимают английский язык, я раскрою карты. Собственно, решение было достаточно дешевым в итоге. Составляло оно еще наименьший кост. Если заказ был на 250 долларов стоимость инкубатора, вот то, что вы видели, это было как раз около 25 долларов. А потом они еще и опустили ниже цену. Я сейчас забегаю вперед и скажу, что то, что вы увидели, это устройство для перевозки этих младенцев. В чем секрет, по сути дела? Вот как раз в чем секрет и какую задачу решали? Расскажут ваши коллеги, чтобы было интересно, чтобы я вам все не рассказывала. Кто что понял, какую настоящую проблему нашли студенты во время исследования? Кто понял из ролика что-то? Почему они не сделали инкубатор, как было написано в брифе? Понимал, нет? Попробуй. Я так понял, что настоящая проблема заключалась в сохранении постоянной температуры и влажности. Абсолютно верно, да. Как они пришли к этому выводу? То есть дизайн мышления базируется на качественных исследованиях, этнографических и различных других, я расскажу каких. Вместо того, чтобы взять и выполнять этот бриф тупо, они пошли, прочесали все больницы местные в Непале, районные центры. Увидели, что там стоят инкубаторы, они пустые, у них нет детей. Они стали разговаривать с медиками, с профессурой там местной, с обычными медсестрами. И потом отправились в деревни, в мелкие населенные пункты, посмотреть на жизнь людей и погрузиться в их мир. Соответственно, в женский мир, скорее всего. И что они узнали? Что на самом деле детей просто не довозят до районных центров, они погибают в пути от переохлаждения. Потому что нужна температура 37,7 примерно для таких детишек. И на самом деле нужно было решать вопрос транспортировки. Мы сейчас досмотрим ролик, и я еще откомментирую. Ну понятно, здесь еще очень классно составляет, что это социальные инновации. Безусловно, это полезное общество, такое изобретение. В процессе разработок и тестов они столкнулись с очень интересным побочным эффектом. Вот немножко я отвлекусь от этой истории. Кто знает, как появилась Виагра? А сначала же другой препарат разрабатывали? Да, да, да. Ну вот для сердца. Ну на самом деле не важно, для чего это были, разрабатывали препараты от горла. Вот. И там есть формы, которые заполняют во время тестов. И была небольшая строчка, что была проблема с реакцией. Там не было сказано, что с ней было хорошо или плохо. Просто было указано, что проблема. Люди, которые занимают позицию наблюдателя и которые готовы этот мир воспринять совершенно по-разному, с разных сторон. Вот как дизайнерам это очень понятно. Так как они зачастую обладают уникальной способностью разбирать на части и видеть по-другому. Обратили внимание именно на этот фактор. Соответственно, когда поняли в чем причина, создали препарат, который перевернул фарминдустрию. Так вот, какой был побочный эффект у ребят с транспортировкой. Изобретая вот этот мешочек для транспортировки, они поняли, что вообще, когда стали тестировать, матерям классно рядом с собой идти, чтобы они рядом находились. То есть, если ребенку не требовалась никакая особенная медицинская помощь, он мог рядом с матерью, по сути дела, дозревать вот в этом коконе, скажем так. При этом личный контакт, что очень важно для таких детей, он соблюдался. Вот. Таким вот галапом по Европам мы посмотрели на эту историю. И сейчас мы будем все разбирать, уже препарировать. Вот. Как Настя, да? А Яна, как Яна, хотела все разобрать по частям. Сейчас мы посмотрим, из чего же состоит, из каких станций, так сказать, по процессу дизайн-мышления, если мы пойдем. Ну, это то, чем сегодня мы с вами займемся. Мы уже даже с вами сделали айс-брекинг. Очень важно этот нам настрой. Рома, а не убираются эти замечательные иконки? Можно по ровному вопросу перетянуть? Что нужно сделать? Попробуй перетянуть. Перетянуть? Там очень странно. Ладно, хорошо. Я скажу, какое слово они закрывают. Они закрывают слово «открытость». Такая игра слава получается. Я как поняла, что все и так достаточно по жизни позитивные, открытые люди. Но так как мы будем заниматься активным групповым взаимодействием, командным взаимодействием, как только захочется засадить соседу ножницы в грудь, для того, чтобы приняли только вашу идею, вспомните об этих правилах. Я еще раздаточку это раздам. Вам на будущее пригодится. Так. А теперь бы мне очень хотелось, чтобы это все вертелось. Ром, маленький компьютерный гений, помоги мне. А вот там сверху есть какая-то тюкучка с крестиком. Вот этот крестик? Нет, нет, это не надо. Не трогайся, крестик не трогайся. Давай вот это вот. Сейчас кнопочку, что я сделаю. Там с первым замедушек, там нет. Вот, давайте сразу, если вы делаете себе какие-то пометки, а кто не читает на английском, есть, слава тебе, господи, более-менее нормальный перевод, книги Тим Браун «Дизайн мышления в бизнесе». Без практики эту книжку, в общем-то, бесполезно читать, но мы с вами здесь попрактикуем, и после этого можете смело почитать и делать себе пометки. Не сразу придет осознание. Change by Design – это звучит на оригинале, в оригинальном языке. И кто читает по-английски, конечно же, я советую в оригинале прочесть. А то, что мы видим, это оглавление этой книжки. Все, кто сюда пришли за секретами, как создавать инновации, как делать то, что думать не так, как все, скажем так, то, в общем-то, по адресу эта методика для того, чтобы достаточно быстро и с быстрым тестированием прийти к новым решениям. Что самое важное? Самый главный кит, скажем так, в основе всего лежит эмпатия. Как вот я, когда сейчас на вас посмотрела, выслушала каждого из вас, поняла, что я вас уже всех тут очень даже люблю. И хочу, чтобы каждому из вас сегодня было удобно и комфортно и в работе друг с другом, и находясь здесь. Вот, может быть, кто-то хочет сейчас чаю или выйти в туалет. Вот, ради бога, сделайте это. Мы будем проникаться эмпатией. Эмпатии сегодня у нас будут респонденты. Когда мы будем делать исследования, у нас будет в каждой группе респонденты. Почему важно проникать в мир пользователя, конечного пользователя? Потому что все-таки люди, которые занимаются дизайном, с точки зрения, если мы будем это слово рассматривать как проектирование, и здравомысленное, скажем так, проектирование, наш конечный пользователь – это простой человек. Когда я… ну, у меня есть арт-директорский бэкграунд, и я в рекламном бизнесе проработала больше 10 лет. Я видела много разных примеров, когда творческие люди или арт-директора отталкивались исключительно от своей экспертизы, от своих вкусов, от своих каких-то привычек, пристрастий или просто решали свои психологические проблемы за счет работы. Но исключительно не для того, чтобы закрыть нереализованные потребности конечных пользователей. Может быть, кто-то когда-нибудь читал или слышал про такую книгу «Виктор Попанок. Дизайн для реального мира». Вот, я вижу, трое человек кивнули головой, и Сергей. Читали, да, вот вы трое? Что вам запомнилось больше всего? Какая может быть цитата? Что вы вынесли из этой книжки? То, что уже все есть в природе, в том или ином виде, это просто нужно правильно взять, например, запомнился, потому что он приводил пример в том, каком-то макомоломе, что там уже какая-то система придумана, которую можно перенести там или использовать в реальной жизни. Вот я нам подскажу, как называется методика, когда мы из природы заимствуем физические какие-то проявления или вот даже как физически устроены растения. Не помню, как это точно слово называется, но это вот эта связка. Может быть, Сергей что-то еще вспомнит? Я не устроил, я не дочитал их в процессе. Классно. Виталий? То, что я ничего не высмотрю, я читал очень давно. Но в целом книга идея то, что площадь мышления, площадь в плане создания книги, да, и будет, как сказать, и создание поздности, чтобы в какой-то конечный продукт было более инновационным, чем путешествующий, более экологически честный. Ну да, вот про экологию я с тобой точно соглашусь. Видимо, да, уже прошло время, с тех пор, как ты читал, я немножечко тебе дополню. Смотри, основная мысль в том, чтобы не нарушать экосистему, что нам для жизни не так уж много и нужно, а мы заботимся о каких-то вещах или находимся в берег, который нам навязал социум. Очень много сфер вокруг нас, где мы можем применять свои классные знания, творческие способности, как дизайнеры, проектировщики, инженеры, мыслители. Но это все задвигается или на это не обращается внимания в силу специфики нашего общества. Ну и вообще он так достаточно серьезно наезжает и на непродуманных продукт-дизайнеров, и вообще тех, кто занимается рекламой, и даже графическим дизайном, если это не рассматривается как продукт полного цикла, от колыбиля до колыбиля. Ну, ты знаешь, что это означает, когда мы туда включаем абсолютно все факторы, начиная от проектирования самого начала идеи, заканчивая транспортировкой, переработкой, и вообще, может быть, там может несколько циклов быть. Так, и эмпатия – это как раз вот наиболее важный инструмент. Тут мы идем по схеме конвергентного-дивергентного мышления, когда… я буду вот этим показывать, подпрыгивать здесь. Когда мы находимся в начале, у нас огромное количество… Это прям реально, да, раздвигается? Ох, класс. Огромное количество исходных данных мы наблюдаем, собираем. Все это собираем в одно единственное пространство, комната заполняется стикерами, у нас есть видео, аудио наблюдения, расшифровки интервью. Это просто вот так вот все пестрит. Далее нам нужно обязательно сфокусироваться и понять, с какой же группой проблем мы будем работать. Мы определяем группу проблем абсолютно экспертным нашим внутренним желанием. Или у нас есть какая-то наводка от клиента, но мы тупо не выполняем бриф клиента, мы можем чуть-чуть по гайду этому двигаться. Если нету от клиента никакой задачи, мы двигаемся так, как нам хочется внутри нашей группы, потому что наше эмоциональное состояние и наши, так сказать, целеустремления обязательно учитываются в работе. Когда мы фокусируемся? Тут все очень просто. Все, кто занимается дизайном, для них, я думаю, что этот процесс прям родная-родная схема. У нас есть фокус, и дальше мы набрасываем идеи брейнсторм или какие-то другие методики. И мне очень нравится брейнсторм. Брейнсторм там, где сразу прототипирование идет, или бодисторминг, когда мы при помощи своих тел вливаемся в эту историю, не сидим, не просто пишем, а что-то разыгрываем. У нас вот теперь появился огромный пул идей. Идеи мы отбираем точно так же, по тому же принципу. Или сами договариваемся между собой, что нам нравится, или исходя из каких-то практических соображений, или отталкиваясь от заказчиков. Но не следуя тупо абсолютно его прихотям. Здравый смысл обязательно должен присутствовать. Далее мы прототипируем наши замечательные идеи и обязательно тестируем на пользователя. Взаимодействие с пользователем это самое-самое важное на этапе прототипирования. Сделали прототип сразу, оттестировали, улучшили, сделали следующий прототип. Вот как раз я перешла к тесту. Ну и потом, как вот эти ребята, которым удалось запустить вообще в мир эту классную штуку для промладенцев. В общем-то, перейти уже на массовое производство, если это все так здорово. Про эмпатию я вам уже сказала. Про то, что не будем друг друга сегодня ножницами резать, это тоже очень важно. Занимаем позицию ребенка, исследователя. Сегодня нам придется, не знаю, каким-то образом, при помощи чая, возможно, перечеркнуть весь свой прежний опыт. И стать белым чистым листом, занять позицию совершенно такого существа, которое прибыло с другой планеты. Зачем это нужно? Так как нас, в общем-то, ограничивали достаточно успешно с детского сада, потом в общеобразовательной школе, у нас такие квадратные головы, и чтобы они были не квадратные, существует много практик. Но сегодня мы тоже попробуем это сделать, отвлечься от нашего старого опыта. Это очень важно. Не из роли эксперта сейчас выступать. Когда мы будем погружаться в мир пользователя, в мир нашего респондента, на момент интервьюирования нам будет важно задавать пять почему. Но как мы это будем делать, я расскажу чуть попозже, вы просто запомните. Так, фан-брендинг. Вы уже разбились по командам, и быстренько, я думаю, придумайте себе название, мы пропустим этот пункт. Думаю, что нам сейчас уже можно разбиться. Просто пересесть. Нам нужно пересесть в три островка. Так как вы сейчас там распределились. Покажи мне указку. На тебя указкой показать? Все. Можно же столы двигать, да, Рэм? Да. Давайте разведем столы и сделаем три островочка. Можно? Можно. Можно? Так, нам нужны флипчаты на каждую группу. Есть? Флипчаты есть на каждую группу, Ром? Большие листы есть на каждую группу? Большие листы должны быть. Материалы сможете унести это с собой и также в электронном виде забрать материалы. По вот этой схеме мы берем нашего респондента. Вот Ваня очень так скромненько-скромненько написал свое имя. Ваня! Сейчас мы о нем узнаем очень много. По вот этой схеме мы будем вести опрос. Смотрите. Чтобы всем вам была возможность задать эти вопросы и почувствовать себя в роли исследователя, я предлагаю вам это делать по очереди, чтобы каждый мог все-таки поспрашивать. Потому что мы здесь видим вроде бы простые вещи, но каждый этот пункт можно трактовать еще и с обратной стороны. То есть, если мы понимаем, что человека что-то раздражает, и мы слушаем внимательно о том, что он нам рассказывает, что его по жизни раздражает, то мы можем сделать оборотный вывод и понять, что ему наоборот очень сильно нравится, например, и что ему доставляет удовольствие. История про кумира тоже очень много нам расскажет. Если человек что-то хочет узнать, то из-за пункта тоже есть оборотная сторона, ему чего-то не хватает. что-то он не добирает. На вопрос про стремление сначала будет, конечно, пул очень таких стандартных ответов. Повысится уровень знаний, карьерная лестница, ну и всякий такой вот достаточно ни о чем не говорящий трэш. Предлагаю вам немножечко покопаться, задать как раз несколько, вот почему, и попробовать углубиться. Если мы выслушаем внимательно человека о том, что он любит, мы, соответственно, сделаем выводы, что он не любит. И когда мы понимаем это облако мечт, так сказать, о чем человек мечтает, соответственно, мы можем здесь провести параллель, что он хочет узнать, чего не хватает, ну и выяснить вообще текущую ситуацию. То есть сейчас мы немножко абстрагируемся от нашей конечной цели, что мы здесь создаем кошелек. Мы погружаемся в мир пользователей. Вот у нас есть замечательная Ваня, Яна, кто там у нас в этой группе? Юра. Это очень-очень ценные объекты. Я вам даже больше скажу, когда вы закончите их интервьюировать и заполните эту карту, вы еще потом будете к ним возвращаться, чтобы дозадать какие-то вопросы и что-то доузнавать. Так что на будущее, когда вы будете заниматься исследованием, держите этот контакт и будьте с людьми, так сказать, на короткой ноге. Потому что я видела много случаев, потом перезванивали, выходили в скайп, потому что исследования, они имеют все равно такой итерационный характер. Итак, сейчас берем такую форму, у нас стали у всех есть. Что мы будем с ней потом делать? Мы будем переводить на огромный такой формат при помощи стикеров. Берем стикеры в руки. Да. В реальной жизни, ну, сейчас у нас, по сути, там, три команды, три интервью будет. Да. А в реальной жизни как много интервью нет? Да, 20 глубинок. 20? Да, глубинных именно интервью. Про глубинки там, по-моему, нет, даже есть, нет, сегодня посмотрим. Нет, сегодня даже про глубинки я вам не расскажу, потому что мы сегодня работаем с артефактами. Это интервью, а не глубинное? Нет, не глубинное интервью. Мы работаем еще с артефактами, поэтому это не глубинка. Но если тебе интересно про глубинки узнать, у меня есть и лекция на это, и слайды из презентации, и какие виды исследований других существуют. Это все без проблем можно будет узнать. Итак, берем стикеры. Что очень важно? Взять тонкий черный фломастер. Или темный. Темно-синий, темно-фиолетовый. Тонкий, ну, в смысле, чтобы там не было толщина маркера, там, 5 мм, поменьше. 3-4 мм. Есть у нас такие на столах штуки? А если для тонких ручки приедут? Нет. Мы пишем таким фломастером, потому что нам будет важно, чтобы эти записи увидели вы и люди из другой группы. Вот. Пойдет темно-синий, темно-фиолетовый, темно-зеленый и черный. Желательно, чтобы у каждого в руке сейчас был такой инструмент. Нет? Есть? Ну, там сколько миллиметров? Я скажу, когда раздавать. Вот это вот, вот такой вот нужен. Смотрите, вот такой вот черный, темно-синий, темно-фиолетовый нужен. Есть? Только, пожалуйста, желтым на желтым не пишите. Вот. У всех все есть. Важный инструктаж сейчас. Кто-нибудь уже работал с постетт раньше, с листочками? Проблема в том, что если неправильно отрывать постетт, вот так вот, когда мы наклеиваем, то все вот так вот загибается. очень важно листочки отрывать вот так вот. Тогда они держатся хорошо, не загибаются, и с ними можно работать. Маленький секрет, но очень полезный, да. Как мы пишем наблюдения, которые слышим от респондента? Быстро архивируем это в своей голове до нескольких строчек, до двух хотя бы, чтобы они уместились здесь на стикере. Не важно, что вы будете писать здесь все одно и то же. Мы слышим одно, интерпретируем по-другому. Сейчас мы просто учимся. Очень важно эти все упражнения проделать, чтобы у вас это осталось в памяти. Вы, не знаю, платили вы деньги за это обучение или нет, но, по крайней мере, чтобы потом отбили этот опыт уж из себя в практике. А моя задача, чтобы потом просто это быстро на раз, два, три вспомнили и использовали в своей поседневной жизни. Итак, берем замечательный маркер и, допустим, я задаю Ване вопрос. Ваня, расскажи, пожалуйста, что тебя раздражает? И, допустим, он мне отвечает, что... Ну, ответ, сейчас не важно. Пробки. Ну, это очень короткое слово. Я пишу слово пробки. И у себя на столе у меня уже вот такая есть формочка. У себя вот здесь наклеиваю то, что его раздражает. Ну, так вот просто даже. Потом мы это будем переносить от каждой группы в большой лист флипчат и перерисуем это на вот эту карту и заполним ее своими наблюдениями. Надеюсь, я понятно объяснила, что делать. Пишут все, да? Пишут все. Несмотря на то, что мы все слышим одинаковые вещи. Мы можем трактовать, интерпретировать эти ответы по-разному. И вообще для того, чтобы мы научились работать по этой методике. То есть не расслабляемся, а проделаем все упражнения. Так, давайте так. У кого не хватает вот таких формочек на столе? Кто хочет еще себе дополнительно? Где там наши помощники? Где? Ром, там где-то раздатки есть лишние? Дай, пожалуйста. Спасибо. Ну, соответственно, респонденты смотрят, запоминают. Давайте по кругу, начинайте уже. Ну, там это очень быстро можно повторить. Просто написать? Тут фокумер. Да, да, да. Вообще никакого? Нет. Ну, хоть кем-то ты освещаешься? Кем? В разных сферах разных людей. Какой сфер? С кем-то хотелось бы сказать. Время урода. Вместе с собой. Сейчас хотелось бы с кем-то делать. Очень тепло. Ну, еще вы вонючий, правильно? Сейчас в разных сферах с разными людьми. Какие сферы? Ну, хорошо, а вот, допустим, на кино. Кому не хватает? Держите, это просто повторить можно очень достаточно. Так вот же достатки у нас. Вот здесь. Кому хочется еще такую формочку получить? начальник. Держит директор. Спасибо. 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 Спасибо тебе большое. Я сейчас съем сладкое, мне будет лучше. Спасибо. 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 Ну, просто, ну, находитесь кто-нибудь здесь, в зале. Давайте пойдем. Ну, пока, да, окей. А вы здесь, да? Ну, на гуририах я считаю, это указано. На чем кататься? Пробовать на Марсе. Пробовать на Марсе. Ну вот, а я поэтому и уточняю, это очень важно до конца осознать, да, и интерпретировать. Я сначала подумала, что человек занят на работе, оказывается, у него, возможно, есть какие-то… Сейчас вот вопросы, они не касаются поведения? Нет, персоно-модель. Персоно-модель – это вот инструмент, когда мы делаем, допустим, 40-50 таких наблюдений, мы можем сделать композитного стейкхолдера. Люди, которые так или иначе пересекаются по каким-то принципам, мы делаем собирательный образ. Нет, это же качественное исследование по этой методике. Количество людей совершенно не имеет такого большого значения, как в маркетинге. Так как очень важно работать с экстремальными пользователями. Если мы возьмем удачные продукты и углубимся в историю их создания, они создавались не для вот этого конечного пользователя, в итоге, которым мы сейчас являемся. Многие автомобили были спроектированы для людей среднего возраста. Точно так же вот и про младенцев кейс. Они еще и потом дозревали… А, пропустил. Поэтому очень важно брать экстремальных пользователей, которые или наоборот очень сильно в экспертную позицию выходят, или они как вот с другой планеты такие, вау, вообще. Это дети, старики, те, кто никогда с этим сервисом не соприкасались. И через вот эти весьма неоднозначные трактовки и мир их глазами в итоге мы выходим на интересное решение. Очень важно, извините, что я вас перебиваю, очень важно в наших всех расспросах искать проблемы. То есть дизайн-мышление только лишь там, где есть проблемы. Если все окей, то мы или неправильно выбрали респондента, или неправильно выбрали тему, или неправильно задаем вопросы. Ищем проблемы через вот эти копания. Любые… То есть она должна понимать, что мы ищем проблемы? Или мы должны очень… Тихонечко, да. В принципе, она может сама поделиться своим наболевшим, а также мы можем, вот если человек что-то не успевает, то мы можем там понять, какие проблемы, например. Мне кажется, ребята увлеклись, потому что они нравятся, и вот пока они красивые. Да, мы поняли. Кстати, вообще почти не дошли до следующих моментов. Так, по поводу этого коллеги… Так у вас уже случилась любовь с первого взгляда. Вы выясняете прям музыкальные пристрастия и прочее. Прочее, чем человек увлекать. Давайте в повседневную жизнь мы окунемся. Такими проблемами каждый день сталкивается. Вот когда последний раз раздражалась, пускай расскажет эту историю. Ну, я считаю, что вообще, ты же слышишь, у меня очень мало сосредоточек времени. Я понимаю, что первое, чтобы я убрал, чтобы у меня появилось стало больше, потому что там уже ничего нового не узнаю. Могу я попросить вот этим классным почерком разбивать это по две строчки на каждый стикер? Хорошо. Ты очень здорово вскопишешь, молодец. Ну, если это еще будет на каждой отдельной бумажке, это нам поможет вообще анализировать. А у нас есть праздник, когда ты делаешь, что ты не любишь? О, это очень классно. Когда мы будем вот сейчас разговаривать о том, что человек раздражает или что он не любит, мы погрузимся в мир каких-то проблемок. Вот, может быть, не глобальных, но нам важно искать на самом деле проблематику. То поле там, где все окей у человека, все замечательно, у него никаких проблем, там нам нет места для работы как исследователям. Мы ищем гэпы, мы ищем несостыковки. Это нам очень важно для поисков инсайтов. Да, 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 дизайнеры, они и должны быть психологами, антропологами, аналитиками. Так, что мы сейчас делаем, дорогие мои вареники? Группу зеленых. Внимательно слушаем. Рассказывайте про вашего стейкхолдера. У нас был Иван. Хотя мы узнали о нем очень-очень мало, но тем не менее нам это дало много чем в нем понять. Начнем с самого легкого. О чем он мечтает и о чем он грезит, так сказать. Мечтает о глобальном плане побывать на Марсе. Это в чем-то заоблачном и в чем-то интересном таком. Мечтает также стать генеральным директором. И сегодня утром он мечтал разобрать рутину, разобраться со своими делами. Что он не успевает? Исходя из его мечт, так скажем, он не успевает также с рутиной разобраться, не успевает из-за этого встретиться с друзьями, отвечать на почту. Оформить работу или всякую рутину, которую загружают целый день. Что он раздражает? Его раздражает государство, бюрократия, как и многих. Непрессамизм людей, пробки раздражают его. Когда много событий, идей и дел в одну кучу связываются. Можно я вас немножко остановлю? Давайте попробуем сделать выводы. Если ванн раздражает топки, мы можем сделать какой-то вывод, что он часто пользуется на один раз? Конечно. Есть автомобиль, да? Пользуешь такси? Ну, мы опять же. А кто все учится? Мы все вместе. Но это нет, это было спонтанно, когда вы спросили, просто первое, что голову пришло. Это неактуально. Поэтому важно уточнять, обязательно задать. Почему? Что? Почему? Может быть, это вообще немножко стикер вообще как-то было? Оказывается, нам это возможно, и вам используется метроид, это не кого-то так сильно не задумает. Да переживай. Это не забор. Это уже другой вопрос. Нет, нет, ну, у меня просто другой точка зрения. Прогровки задумаешься. Ты мечтал, что ли? Мы мечтаем с удовлетворением помочь, помочь людям. Давайте дальше послушаем вам. Мы узнали, какие кумиры есть у Вани. Это Джордж Кумир. Нет, у меня кумиры. Ну, да, изначально он сказал, что у него нет кумиры. Не уверен, что у него есть кумиры, но в итоге мы выяснили, что в кино ему нравится Джордж Кумир, а в бизнесе Эллен Маск. Ещё очень много проще узнать, в частности, как бы лететь на Марсе. И, например, научиться дизайну хочет, программировать, путешествовать в Арвении. Скорость света также. Вам чувствует, как можно путешествовать со скоростью, большей скоростью света. Так же больше спать и всё успевать. Очень важно, потому что сам обозначил классно. Life or balance. Да, это у нас дальше есть стремление. Да, я понимаю. Да, расскажи. Ваня стремится к постоянному балансу между жизнью и работой, к постоянному совершенствованию. То есть находить какую-то грань между работой, обычной жизнью, успевать и поспать, и пожить, и нормально вести какую-то деловую деятельность. Может, с этим, как я уже сказал, постоянно самосовершенствование к какому-то успеху предпринимательскому, собственно, вот. И не любит он, соответственно. Если брать частности, то это варёная сгущёнка. Это он называл первой, мне кажется, это довольно знаково, потому что он сразу сказал, без подготовки сгущёнка. В музыке любит джаз, рок, классику. По жизни любит умных людей, экспертов в своём деле. Ну, собственно, вот всё, что нам было сознательно заключается. Аня, у меня маленький вопрос. Ты сам варишь сгущёнку? Нет. Или покупаешь готово? У меня есть. Я не получу. Канавы поставки. Барочная пара. Круто. Спасибо большое. Дирижа суток. Мы поблагодарим команду «Зелёный». Они молодцы. Следующие от нас выступают батарейки. Ну-ка, зарядите нас, пожалуйста. Батарейки у нас ставились вторыми, а третьи устроились вареньки. Если вы ждали, что вы меня спрашиваете. Кто президент от вас? Или вы по очереди? Нет. Давайте начнем я. Давай. Скажи, Кирилл, нам про Яну. Мне уже очень дерзко. Мы интервьюировали Яну. Но больше всего, как видно, мы узнали о том, к чему она стремится и от чего она выстраивается. И очень много о том, что она хочет узнать. Мы узнали, что она стремится к гармонии, внутренней балансе между своими желаниями, своими возможностями, счастью, стремится к общению с новыми людьми, получению нового опыта. И ей нравится порядок. Она стремится к порядку. Это совсем не так. Тем не менее, мы это узнали. Я не говорила, но правильно. Мы узнали, что она любит читать и получать новые впечатления. Мечтает о большем количестве свободного времени, путешествиях и передвижения, мечтает полететь в космос, создать популярное приложение и много денег. Миллион долларов денег. Мы узнали, что она не успевает читать и активно отдыхать, что она устает на работе. Но она не успевает делать то, что хочет, но оно и есть. Ее раздражает в людях изличная эмоциональность, занощивость. Ей не нравится, когда другие люди ее не понимают или понимают неправильно. Ее раздражают глупые люди. Нехватка времени и когда она вне стеблится. И что тогда? Вне стеблится. Ему, да? Не очень разделяет ему обсуждать. И еще она не любит риска. Интересно, как тебе кажется. Из кумиров, это герой фильма по книге Дэта Ньюмана «Мирный войн». Он мне не нравится тем, что сумел собрать поле в кулак проехали в себя. Среди ее кумиров и ее коллеги, которые очень круто делают продукты. И я его зовут. Естественно, Стив Джобс. И Микки Маус. Классно. Я Стив, но вы Микки Маус. Я клевая сочетание. Очень-очень важное и хорошее наблюдение. Молодцы. Она хочет узнать о том, как создавать классные продукты. Как их дизайнить. И когда она будет путешествовать, она хочет в первую очередь узнавать национальные кухни и архитектуру. Если я не хочу сказать. Архитектуру тоже. Это такой многофлот для себя включающий такой флот. С нами круто. Я хочу поблагодарить вас с точки зрения визуализации. Как вы заблагодарите, герой оформили карту. Несли вам поклон. Для первого раза это просто шикарно. Спасибо. Аплодисменты. 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 Я спрашиваю, а я, а у меня есть одна из команды. А здесь получается то, что у меня был в YouTube. В нас не было потребностей. То, что я рассказывала. Интересно смотреть, как это фикаритировали. Просто лишь два рефлексия сейчас прошло. Два. Круто. Я хотела просто, может быть, не конкретно по стикерам или что-то, но лично моё, и, мне кажется, группа поддержит, что вот в нарисованном центре образа очень сказано о том, что мы узнали и как вы восприняли этого человека, что она креативно открыта и очень много любит, и как творческий человек чему-то раздражается, что-то вот... Живой человек? Да, и как раз таки вот было очень интересно и смотреть на информационную часть, и вот потом всё, что, как образ сложился о человеке. Мне очень приятно, что тебя зажигает этот инструмент, что ты прониклась, это действительно круто, сейчас пошли уже инсайты, может, у вас есть дневничок с аварфиксией, ваш какой-то маленький малискин или скетчбук, записать свои штуки, потому что я реально для практики для речи потребуется. Спасибо большое. Вареники? Я, наверное, буду представлять, но это будет выполнительство, что я забыл. Нашего героя, зовут Юра, он очень любит в целом предпринимательство, это отражается в его разных, так сказать, в разных областях, да? Да, действительно, что мудрец Стив Джобс, Борни Прэнсон, Ришер Брэнсон, люди, которые разбираются в финал-сообществе, то есть он любит, в общем-то, науку и изучает что-то новое, соответственно, хочет узнать, и это также сочетается со всем остальным, и хочет узнать, как делать свой бизнес, и хочет, естественно, в своем развитии. В плане этого стремится к независимости, свободе, самоостаточности. Опять же, это сочетается с бизнесом, и сочетается с тем, что он любит путешествовать, любит активный образ жизни, любит изучать что-то новое, ездить в новые страны, причем особенность, что он не любит сидеть в отелях, он любит путешествовать, в плане ходить по новым местам самостоятельно, да? Это важно. Предпочитает лето, зме, и предпочитает хорошую погоду, плохую погоду, это понятно. Значит, что еще он любит? Он любит исследования, он любит ходить в кино, и его задача именно посмотреть фильм, и потом обсудить с друзьями. То есть, не просто кино как фон, а кино как цель, да? Бывает, что отличается, да, бывает, что кино как фон. Соответственно, он обсуждает фильмы с друзьями. Также он любит слушать аудиокниги, и это занимает много времени. Юра сказал, что много, то есть, он вспомнил несколько книг, которые я слушал. Вот. А может, у меня уже все задают, что ты слушаешь аудиокниги, как коротают лето, как коротают лето, как в душе? Нет, в основном слушать дома. Дома, в душе. И гулять в городе. Гулять в городе и в душе. Но слушать, как же и дома. То есть, приходят домой, включают как в душе. Я послушаю аудиокниги, еще один, меня нашли в саду. Я здесь. Это правда? Нет. Про дом неправда. Ты коротаешь лето дороги, правильно? Ну, я могу погулять по городу, слушая книгу, и то и другое будет целью. Ясно. Но ты так же слушаешь и видал? Один раз. Ну, если что-то очень такое. Если что-то хотелось послушать. Да, да, вот если вот так вот. Значит, в основном это художественная литература. Ну, Юра сказал, что он любит... То есть, одна из последних книг, которую он запомнил, это... Терриодетственность, Richard Dr. Prince. Ну, и, собственно, книги про предпринимательство в особом. Вот. Летний дождь, хорошую погоду... Чистый интервью по природе. Да, чистый интервью по природе. Что не любит и что раздражает? Зима, плохая вода, плохая вода. Юра любит сам. То есть, он не любит, когда ему указывают, что нужно делать. То есть, он понимает, что есть начальник, который дает ему работу. Но, как начальник начинает вмешиваться в его профессиональную сферу, его это раздражает. Да. Юра, спасибо тебе большое. Хочу, чтобы вы также были отличные команды. Да. Спасибо тебе. Это правда, я делаю в полоскан. Сейчас концентрировано на конкретном этапе. Это важно. Дополните, пожалуйста, так. У меня такой вопрос. Допустим, стандартный день вашего героя. Вы можете сделать уже вывод? Он всегда занят? Или он не сильно занят? Такое простое дело. С умением? С умреженностью? Со стандартным днем. На самом деле, насчет того, что ему, допустим, хватало времени, он вроде бы особо не рассказывал про это. Ну, на самом деле... У нас сегодня есть время на прогулке. Это, видимо, не так, чтобы всегда занят. Ну, давайте сделаем туристину. На достаточно расслабленный вопрос жизни. Да. Юра, это правда? Ты можешь корректировать? Нет. Ты можешь просто исследовать, что или нет? Корректируем вас? Ну, просто мы, да, не успели по всем вопросам пробежаться. И, видимо, это был самый неинтересный вопрос. Поэтому мы до него просто не дошли, что я не успеваю. В итоге, получается, у меня была плотность, занятость в течение дня. Ты хочешь на работу? Что ты делаешь? Я хожу на работу. Хожу на треки Game Changers. Хожу еще на дополнительные треки. Еще занимаюсь собственным... Открываем собственный бизнес. То есть, вообще свободного времени практически нет. Такая рекомендация группе. В следующем этапе мы будем обработать с артефактами. Пожалуйста, если Юра забыть, что обнажен, так сказать, себе календарь, посмотрите расписание его вообще в течение недели. Мы как-то его планируем. Потому что сейчас у нас подошелся, скажу, на картину мира. Я слышу, как подсказываю, например, что человек вообще ничего не загружен, он гуляет, имел интеллекта, он не стоп-кодик, да, не слушает. По-настоящему слушает. Да, да, дослуживает дома. Оказывается, на самом деле, все там. У нас где-то есть разрыв. Так, что вы еще скажете? Ну вот, что я главное поняла для себя, это то, что есть очень сильная зависимость от того, что он... Говорю, что он любит работать из-за того, что он начальник. Мне нравится, что начальник ему указывает не только, что ему нужно делать, а именно, как он должен это делать. И, видимо, из этого, собственно, исходит его стремление начать собственный бизнес, видимо, стать самому себе начальником. Да, точно. Спасибо. Пожалуйста, подальше. В общем, и работа у него достаточно активная, и ему все это не нравится. То есть, ему больше нравится свой бизнес, и, в принципе, все это откроется. Лучше. Я вообще не знаю, что заполнить. Вроде все сказали. Отлично. Спасибо. Спасибо вам большое за этот этап. Отлично. Отлично. Респонденты обратно возвращаются на экспериментальные исследования в домах верхней одежды. Выложите, пожалуйста, сюда. Работа с артефактами начинается. Смотрите, у меня даже есть небольшая подсказка в презентации. Мы точно так же наши наблюдения фиксируем на постет. Это важно по методике, для того, чтобы любой человек, который даже к вам подключился на этапе, мы уже организовали лабораторию в своем бизнесе, такую исследовательскую, или на предприятии, чтобы любой человек, который к вам внедрился на любом этапе исследования, он увидел вот такую отличную раскладку, вот как у команды батарейка, все четко прописано, ясно, по кластерам распределено, влился и дальше стал с вами работать. Мы с вами практикуем вот эти физические навыки. Это вот все предметы, которые у тебя были в кармане, и верхние одежды тоже, да? Не знаю, сейчас я подумаю, сейчас я посмотрю, что вышло. Тут по ситуации надо следить, нету никаких прям инструкций по этому поводу. А, ну подождите, нам очень важен ваш кошелек. Где деньги-то вы храните? Да, вот содержимое кошелька мы будем потрошить уж точно. Так. Пусть, секундочку. Паспорт тоже, да? Не обязательно. Все, все готовы, все вытащили. Запросто можно обсуждать, почему человек приобрел тот или иной девайс. Посмотрите, если он там делает какие-то заметки, календарь, как этот девайс ему в ежедневной жизни помогает или не помогает, может он вообще не пользуется. Все, что я сейчас говорю, хоть один человек пускай зафиксирует в группе, потому что вы сейчас забудете, будете меня много раз переспрашивать. Попробуйте воссоздать сценарий пользования кошельком. Когда последний раз, допустим, человек пользовался кошельком, какие проблемы возникали, неудобства, раздражения, что связано там, где хранятся, может быть еще права, какие-то дополнительные документы, пропуска, что там у нас еще бывает, что еще там упихивают, всякие карточки, зачем они. То есть берете каждый прям реально предмет, содержимое и спрашиваете, зачем, откуда, почему, почему так, почему не по-другому. Затроньте вопросы статуса моды, если для кого-то это важный аксессуар. Кстати, был вопрос про паспорт. Если там попадаются документы, точно так же порасспрашивайте, где их хранят ваши респонденты, по какому принципу берут, не берут, как-то напоминают себе об этом. Ну и безусловно количество, ну в смысле не количество, это же денег, да, а как разложены деньги, по какому принципу, что куда складывается, какие ритуалы человек соблюдает при использовании денежных средств, так сказать. Может быть там есть какие-то сакральные тайные привычки. Все, в общем-то я вам много всего наговорила, все на стекеры выписываем. И через артефакты узнать, чем пользуется человек, как пользуются потребности и проблемы. Обязательно в рассказах будут проблемы. Ого! А я закончил. Ого! Вот это работа с артефактами. Дайте-ка мне вот это надо сфотографировать, это нам сейчас о многом расскажет. Да, конечно, работу с артефактами, фотографируйте, это просто вообще такой материал. А вот сейчас мы вот это тоже закончим, сейчас работают с артефактами, потом... Да, вот я поправлю тебя, не подтасовывайте ответ в вопросах. Задавайте открытые вопросы, чтобы человек рассказал историю, не придумывайте за него решение. Ты хотела бы так-то, так-то там, или... То есть ваши какие-то додумки и предварительные идеи не тестируйте в вопросах. Узнавайте, просто копайтесь пока что. А где мелочь ты хранишь? В одном из этих отделений. Круто. Хороший какой у тебя кошелек. Супер. Могу попросить о тебе, дорогой ты мой, писать крупными буквами свои шикарные находки. Потому что я тоже хочу читать. Мне тоже интересно. Вот, Аня тебя научит. Не забудьте про проездные документы поинтересоваться. Карты на проезд. Если права, то права. Да. Ну то есть лучше... Что за Людмила? Людмила это страховая компания. Ничего не делится. Женоличность. Я не хотел застраховать, но так получилось, что я попал на семинар, на котором рассказали про страхование. Я думал, там будут рассказывать про права человека. А нет. А скажи, ты часто не такси? А, нет. Разные не знают? Ну, регулярно скажем. Он может быть там в разном деле ездит. А если бы тебя пропустила, самое интересное, что за чеки и почему ты их хранишь? Ну, потому что это чеки на каждый чек. Это заявление. Это по работе? Нет. Жалоба на военкомат. О, понятно. Судебный процесс какой-то, да, намечается? Это много рук. Это судебный процесс. Ну, может быть, в итоге приедет в судебную. И хранишь ты это в кошельке? Нет, в рюкзаке. Просто в открытом виде, ни в папке, ни в пакетике, ни в чем. Ну, и вот я папку вчера купил, поэтому теперь будет как-то по-другому. Понятно. Круто. Делайте тоже выводы определенные. То есть, у человека было бы очень сильно, это важно. Было бы там вообще запаяно, там, в конверты, которые не пропускают воду. Это много, это карточки много, это скидки. Я никогда не пользовался, когда-то нарвался на их программу, поэтому она осталась. Деньги таскают. Мелочь стараюсь вносить в кармане, чтобы не пух кошелек. И карточки, соответственно, по этой же причине, просто в рюкзаке лежат, они в кошельке. Очень важно. Коль, ты очень классные делаешь наблюдения, ты просто молодец. Но если ты будешь писать фломастером, я буду тебе вообще супер благодарна. Найдется у тебя фломастер какой-то? Ну, да. Синей папке у тебя документы? Там ничего нету пока, я ее вчера купил, ну, просто всегда очень, я всегда вхожу с рюкзаком. Ну, спасибо, что ты зарисовываешь, это тоже очень важно, визуализация находок, классно. Виталик, классно, что ты зарисовываешь. Да, это очень большой плюс, молодцы. Да, это очень большой плюс. Про последнее использование кошелька уже раз спрашивали, когда были какие-то моменты, связанные с проблематикой какой-то, какие-то возникали проблемы, например. А проездной у тебя на метро где лежит? В кошельке. А ты каждый раз достаёшь кошелёк, когда проходишь метро, да? Кошелёк каждый раз достаёшь, когда в метрополит? Ну, много я взял сегодня, потому что сегодня, ну, для сегодняшнего дня я взял мало. Ну, просто нужно было взять хоть что-то. Деньги такие бумажные? Бумажные деньги? Я имею в виду, что почему ты не хочешь отделения? Потому что мне не нравится, когда я кладу кошелёк в карман, и у меня карман оттягивает почти до колена. Вот, поэтому мне не нравится. В кошельках мелочи. То есть, если ты куда-то там идёшь быстро, ну, тебе надо уйти, то ты берёшь это. Да, да, без мелочи. Что у тебя лежит тут? Не буду смотреть, а вот здесь под обложкой какие-то важные вещи. Ну, там, как правило, лежат пропуска на какие-нибудь по работе там заводы, где пропускной режим. Такие вещи. У тебя есть автомобиль? Нет. А паспорт у тебя всегда с собой? Да. А паспорт всегда с собой? Да. А зачем тебе сразу этот паспорт выкладываешь с собой? Ну, до недавнего времени я знал, что могут в любой момент остановить и спросить документы. Собственно, для этого... Ну, да, но бывает, что нужен паспорт, например, там, либо на работе ксерок где-то снять, либо какие-то... Ну, когда приходишь там анкету заполнить, я, честно говоря, не помню номер паспорта наизусть. Поэтому приходится иногда. Ну, мне так удобнее. И когда с собой всегда рюкзак, это ненапряжно. Слушай, а тогда часто ходишь в кофе-хаус? Да. Да. Кстати, возможная причина того, что я хожу туда чаще. У него довольно старые такие шарты. А, ну, просто, да, обычно новыми пользуюсь, потому что они обычно под руками. А вот этот кармашек с карточками он как-то редко досягает. А понял, то есть такие... Забыл про них, да, как-то? Да, вообще, поэтому старые такие. Дисконтная карта Нормана, да. Мне карточку подарил друг. Вот у него две было. Вообще, очень редко. Даже не могу сказать, когда последний раз. Для чего ты еще будешь использовать папку? Для чего ты еще будешь папку использовать? Вообще, для любых документов, которые... Ну, просто для бумажных документов. Я даже не было, да, папки? Была, она куда-то делась. И я понял, что я много теряю без нее. Всякие там... Важные документы превращаются в нечто, что... Стыдно потом кому-то показывать. Да, там смс-ка. Слух читать будем? Что? Ты больше любишь рассказывать папку? Ну, я не люблю просто, оно мнется очень. Иначе... Ну, то есть, это необходимость. Да. Слушай, посмотри, почему у тебя паспорт, например, в чехле? Ну, в обложке. В обложке. А для заселения ты не купил обострочную? Да. От ПВСР. Угу. Почему ты не купил у него обложку? Вот хрен его знает. Ну, в прошлом просто не было, да? Ну, как-то предпосылок не было, да, видимо. Тебе пофиг, да? Не важно. На его состоянии. Вот ему, кстати, три года, и оно, по-моему, как новенькое. Да. Но оно выглядит... А, нет. Это, по-моему, еще на первый паспорт мне когда-то там сделали. Мне родители, по-моему, дали такую обложку там, с тех пор. А что, реально какое-то не зашерпанное? Ну, да. Оно такое. Слушай, Юра, а сейчас ты пьешь карандашом и ринько используешь? Нет, очень редко. Взял для сегодняшнего дня буквально. А жвачку ты часто живешь? Да. Взял, у тебя постоянно есть? Практически. И ты ее носишь в кармане? Да. Обычно у тебя все это лежит в рюкзаке, или ты там в рюкзаке выкладываешь там и приходишь? Ну, вот это я точно выложу, потому что я не люблю, чтобы в рюкзаке находилось что-то лишнее. Ну, вот с карточками, конечно, беда. Ну, все-таки карточки, они как-то не так напрягают, лежат в отдельном кармашке, и поэтому... А так все лишнее стараюсь вытаскивать. А как часто ты ходишь с рюкзаком? Постоянно? Да, практически постоянно. Потому что это удобно? Ну, потому что у меня айпад, в первую очередь. Да, мне нужно носить айпад, и поэтому... Честно говоря, мне напрягает уже с рюкзаком ходить, если очень. Я думаю, что что-то с этим сделать. Потому что слишком большой рюкзак и слишком маленький для него айпад. А? Ну, какую-то маленькую сумочку, которая будет айпад и еще что-нибудь, и все. Ничего больше в нее не будет влезать. Размер будет такой. Ты используешь календарик? Ну, для реальной задачи. То есть, ты смотришь на оно, надо там... Нет. Не смотришь. То есть, ты просто взял ради страхового, да? Видимо, просто было неудобно отказываться от него. А так я, наверное, его сейчас выкину тоже. А, понял. Зачем два сока? Сок? Сок я... Два сока. Два сока, потому что себе и товарищу. Вы молодцы. Я вижу на столах достаточное количество стикеров. На самом деле, от каждого участника должно было быть не менее десяти. Но если вдруг я подпишу мелким-мелким почерком, вы там что-то написали на одном, просто разберите это на несколько стикеров. Что мы сейчас делаем? Желательно, чтобы мы выкрутили это единственное поле пространства группы. Каждый игрок, чтобы смог прочитать это с одной точки зрения. То есть, если это все как-то перед ромашками расположено, вам неудобно читать. Нам сейчас нужно проанализировать все ваши находки. После того, как вы все прочитаете и озвучите друг другу, вы сможете разделить это на кластеры. Что такое кластеры? У вас здесь люди уже пробьют, то и программируют, и в общественной информации работают. Вы это понимаете. Я хотел бы услышать от вас вашу интерпретацию. Можно я объясню, что такое кластеры? Кластеры это большое хранилище по категориям. По категориям. Ну, мы молодец, ответил мой вопрос. Мы, когда анализируем информацию, придумываем категорию. И под эту категорию клеим стикеры. Название категории можно написать вот так вот на скотч. И прям наклеить на стол, если вы работаете с поверхностью стола. Если вы работаете с поверхностью ключа, то вы можете писать на ключ-чате. Я люблю делать на скотч, потому что просто сюда писать, передумать, переделать. Сатиретка сложна. Как я не знаю. Может быть, что это обращается, заклеивается. Просто полностью в этом слове. Приступаем к следующим этапам анализа. Вперед. Давайте. Сейчас. Давайте. И личное впечатление, может быть. Она не визуальная. Ну, хотя ладно. Она просто будет... Может, там лишние особенности какие-то? Давайте покажем. Во-первых, потому что у нее вообще мало ничего. Помаду можно убирать. Накажу еще и написать, что у нас есть. Давай сначала я себе заполним, а потом посмотрим, что станет. Помаду можно убирать. Нет. А тут с чем? Много карт. Много карт. Много карт. Это скорее просто имеющиеся. Много карт. Это преимущества. Почему? Это не преимущества. Особенности может что-нибудь. Преимущества для нее же. Личные особенности. Но она же картами не в серии больше заполним. Особенно. Там про картах не особо не случится. Вот быстрый доступ к картам – это преимущество. Слушайте. Теперь сами себя похлопайте. Видите, как здорово. Молодцы. Нам нужно больше сделать невозможно. Аналитическую работу достаточно абстрактно. У нас есть персона-модель. Там мы выявили какие-то проблемы для себя, да? У нас есть вот здесь проблемы. Пожените это теперь. Если вы можете что-то дополнить, опираясь на персона-модель, дополните себе это в стикерах. Можете прямо отсюда взять что-то? Ваше наблюдение. Подходим сюда, допустим, вот. Например, 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 свобода. Человек стремится к свободе, несависимости, самодостаточности. Соответственно, он свободен, несамодостаточен и независим. Где у нас есть проблемы, которые отрываются? Вы поняли принципы, да? Не очень большая ценность. Ну, то есть ведь в труду, там, получается. А можно просто спросить. Конечно, в режиме, где-то, я думаю, что будет ровно. Сейчас вам не узнаете, потому что люди очень приезжают. Необычные добавления. Я потом виду, а не спите, хочешь себе такую шкарную статиюку? Ахахаха. Я знаю, что я люблю, чтобы люди чистые. Ну, я попробую. У вас, как я сейчас? У нас будет такой шкарная статиюка. Он, что может быть чистый, а может быть чистый, а может быть с него, а так обо. Я считаю, что это неспособность. Я считаю, что это неспособность. Позикцию, если рассматривать, что какую-то высокую позицию занимается либо в стартапе успешным, либо в социуме. Да, сейчас еще больше. Ну, это, по сути, этап построения как раз таки. Хочу вложение в сериал, в основном, отъявиться. Вообще, вот это все уже. Время вот этих документов и в объеме уголовное правильное начало. Проблемов тут много. Вообще, найдите быстренько ключевые проблемы, из которых вытекает, например, вот эта проблема. Есть какие-то фундаментальные, всего и фишки. Он, мне кажется, аналитизм. Может быть, у него, как-то нравится, но здесь тоже. Допустим, она хочет отдыхать одним способом, а потом другим это может досмотреть сериал. Крашим умей. Любим? Металлическую вот эту штучку из-за этого. И не умеется. Ну, да. Ну, да. Ну, а глупая идея вроде сумки на руку была? Не, ну, конечно, не было. Так еще не было. Там спрятели. Почему нам сейчас надо сделать эксцентр? Я искал написать. Надо закопаться до инсайда. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.